Всем привет друзья, с вами Илюха и в этом ролике хочу вам показать один вылет на мустанге, где я летал и охранял союзный аэродром. Перед этим вылетом я не играл, не заходил, так сказать, в игру почти три недели, но как бы то ни было, этот вылет получился в определенной степени успешным. К сожалению, в момент записи у меня случилась беда. Дело в том, что у меня стал по дефолту другой микрофон, который там полу нерабочий. И мой голос и запись всех переговоров в этом ролике я вам показать не смогу, потому что я вам сейчас включу на несколько секунд, вы услышите, как это звучит в записи. Как вы видите, слушать это вообще абсолютно невозможно, нереально, поэтому я просто удалил всю звуковую дорожку из трека и расскажу вам, так сказать, прокомментирую свои действия, чтобы все было более-менее понятно. Ну, на этом интро заканчивается, давайте посмотрим, как это все было. Ну, в общем, после взлета я набрал уже достаточно высоты и дежурил в районе нашего аэродрома, после чего Лёшка, который был моим напарником, сказал мне, что видит два контакта. В принципе, я их заметил и начал на них пикировать. Один увидел и сразу отвернул, а второй, видимо, не заметил. Тут сейчас смотрите, как пролагнет, оп, видите, в момент стрельбы именно такие вещи, вот иногда меня часто напрягают в онлайне. Но мне повезло, пилот получил очень тяжелое ранение после попадания, причем их получил даже два, в результате чего там, видимо, уже не мог управлять самолетом нормально. Хотя, если честно, меня немножко удивляет, как можно получить там два разных ранения, там 30-40% от крупнокалиберных пулеметов. Потому что в жизни обычно, когда такая деталь попадает в тело человека, там руки-ноги отрываются очень легко. Ну, у нас игра, в общем, не будем на этом обращать внимания. А я попробовал повторно продублировать свои атаки. Ну, после чего мессер уже упал, так сказать, и засчитался мне. Ну, в общем, дежурил, я продолжал дежурить, так сказать, у аэродрома, полетел в сторону возникшей стихийной свалки. Но тут, внезапно, так сказать, обернувшись, увидел посади себя шестерую. Ну, и тут я вам хочу дать маленький совет. На мустанге желательно настроить кнопку ручного управления радиаторами, потому что, если вам надо, допустим, как сейчас, быстро оторваться от противника, или, наоборот, очень быстро его догнать, то просто отключайте автоматическое управление радиаторами и закрывайте их полностью и топите. Мустанг не перегревается мгновенно, он перегреется где-то секунд, там, ну, 30-40, я точно не засекал, но не мгновенно точно. И в результате чего, так сказать, вы можете очень быстро разогнаться и иметь какое-то количество времени, примерно полминуты, очень хорошую скорость. А потом уже вам нужно будет открыть радиатор. Как в данном случае произошло, тут я очень быстро оторвался, как видите, от мессера. В пикировании мустанг разгоняется очень быстро, в результате чего, так сказать, от многих оппонентов можно быстренько-быстренько убежать. Продолжил я тут кружить над аэродромом. Там периодически возникали разного рода дагфайты. Внизу кто-то приходил, кто-то крабил, наземку кто-то прикрывал. Ну, а я искал тех, кто летает чуть-чуть повыше всей этой, так сказать, кучки, чтобы не рисковать лишний раз. Поскольку, ну, крутиться на мустанге, ну, в теории как-то можно, но у него нет предкрылков, и на нем все же летать, на мой взгляд, удобнее, гораздо лучше от энергии. Он заметил какой-то контакт и начал заходить на него. Им оказалось фока. Прицелился, дал очередь. Я даже показал своему. Но, в принципе, она не загорелась, там пилота не убило, просто получил какие-то легкие пророждения, а повторно на нее я уже не заходил. Ее там кто-то забьет без меня. Кстати, в этом ролике у меня будет там два или три подранка, но так как сервер был перегружен, мне засчитается только один из них. То есть, ну, кого я пробью, я имею в виду, и их потом собьют другие люди. Но, в принципе, это не принципиально. Главное выполнять, так сказать, общее дело. Тут я продолжил, так сказать, кружить, внимательно осматриваться. Поскольку, как я и говорил ранее, гости тут приходят достаточно часто. Ну, и сейчас вы видите классический пример, так сказать, наиболее часто встречаемой игровой ситуации. Когда кто-то летает по нулям и не смотрит свои шестерки. Там я заметил, что место начало отвесно падать на кого-то. И даже быстренько-быстренько напечатаю сейчас шесть. Ну, как обычно, никто на это никогда не смотрит, не реагирует. Поэтому, если вы видите, в чате шесть написано неизвестным вам игроком, ребята, всегда-всегда проверяйте шестерок. Ну, по моей практике, 80%, если не 90% людей, никогда это не смотрят. И вот так вот и отгребают, соответственно. Кто-то пострелял, чуть-чуть помахнулся вначале, но потом попал. Кстати, я обрадовался, потому что, если вместо попадать и у него идет такой густой черный дым, именно от попадания двигателя, а не от форсажа, то, как правило, в таких случаях мотор у Меса долго не живет. Особенно, если, допустим, в результате такого залпа получилось повредить и мотор, и радиатор, то, как правило, иногда даже часто можно бросить такие цели. Ну, не как в этом случае. Тут Лешка на него еще заходил. Пока оглядывался, смотрел, мы думали, что ему кирдык, но кирдык не наступил, мотор не встал мгновенно. Я решил, точнее, зайти на него еще раз, а Лешку попросил посмотреть за мной. Начал заходить, в принципе, прицелился, но у меня срезка потянул, видите, наверх там, поэтому в него там практически ничего не попало, но Лешка мне сказал, что у меня шестера, поэтому я не стал там заморачиваться со стрельбой и прочее, просто втопил и увидел ту самую шестеру. И, как я уже говорил ранее, самое простое здесь, это закрыть быстренько совочки и использовать, так сказать, эту фичу Мустанга. Ну, и, кстати, в этих моментах рекомендую тоже давать фул рич, чтобы двигатель работал на полностью обогащенной смеси, выдавая максимум. Ну, и, к тому же, он и жрет, так сказать, в этом случае бензин гораздо быстрее, делая ваш самолет легче. Все это, конечно, дает какую-то очень мизерную прибавку, но, как вы многие знаете, что там какие-то даже мизерные прибавки в воздушном бою очень часто имеют решающее значение. Я сгнаться не стал, но я, собственно говоря, отвернул и пошел-пошел в стороне где-то климбить. В этот момент, кстати, мессер выпрыгнул и засчитался мне, который я пробивал, мотор у меня все-таки встал. Ну, буквально через несколько минут я там только наклимбил до облаков, как увидел, еще одно мессера там вдалеке летал и подходил к хиродрому, так сказать, к нашему. Ну, и тут вы увидите фишку, так сказать, мустангов, поскольку мне не очень, скажем, нравится демедж от крупнокалиберных пуль в этой игре нередко часто бывают ситуации, когда если стреляете по планеру и можно и 100, и 200 снарядов, ну, пуль потратить, чтобы сбить, но так как крупнокалиберные боеприпасы имеют хорошее поражающее действие, нередко все это дело не требуется, достаточно просто убить летчика, как в данном случае, на очередь, и произошел, так сказать, классический ПК. ПК, кстати, на американских самолетах бывает достаточно часто, ну, многие, так сказать, зависят от сведения, а частично многое зависит от вашего везения. В данном случае мне повезло, поэтому получился очень быстрый и легкий фраг. Продолжил я тут летать вокруг аэродрома, там прилетело уже большое количество синяков, которые, по сути, здесь поубивали всех защитников, ну, почти всех защитников, и уже царили на нулях, делали все, что хотели, поэтому я не рисковал и не спускался, и ни в коем случае не закручивался, потому что это равнозначно смерти. Аккуратненько заходил, смотрел, что да как, и никуда, абсолютно никуда не торопился. Самое главное в этой ситуации найти цель, ну, которая была бы очень удобна для стрельбы. В данном случае у меня очень плохая позиция, поскольку бой идет прямо подо мной, и мне нужно ответственно пикировать. В результате этого очень тяжело поймать угол нормальный до стрельбы, поэтому я не стал даже заходить, поскольку Виллс Дэхвайт еще рядом на другой стороне аэродрома, и попробовал зайти туда. Тут увидел мессера, другого уже мессера, и попробовал прицелиться. Там попал чуть-чуть слегка в него, ну, и пошел наверх. Так как у меня было преимущество, энергия пошел наверх, внимательно смотрю на месса, и решил сделать второй заход. Ну, в данном случае месс поступил очень-очень грамотно. Смотрите, я захожу на него, а он пошел ко мне в лобовую, поэтому я сразу же резко отвернул, поскольку это очень глупая идея, если идти с ним в лобовую. Его, кстати, тоже потом кто-то собьет, но это случится гораздо позже. Пошел я дальше в Дэхвайт, который был, так сказать, на другой стороне аэродрома, посмотреть, что же тут происходит. Опять угол очень неудобный, вот еще месс пролетит до очередь попал, но в принципе это даже там не засчиталось. Как видите, тут куча синяков, и все они тут летают и убивают всех, кому не лень. А я уже подслил энергию, поэтому я решил больше туда не ввязываться, а пошел поднабрать, так сказать, высоты. Высоту я уже поднабрал, и пошел, так сказать, сделать еще одну контрольную атаку. Найти кого-нибудь там. Кто летает в поле, удобно для меня траектории. Тут тоже не вариант зайти. У мустанга хороший плюс, поскольку у него ламинарное крыло, и он очень хорошо сохраняет энергию. Ну, в результате чего, собственно говоря, он тоже очень скоростной. Ламинарное крыло, оно снижает скороподъемность, но так как у него лобовое сопротивление гораздо меньше, чем у классического крыла, но оно дает вам гораздо лучшую обтекаемость, в результате чего вы имеете хорошую скорость и сохранение энергии. Так, и вот тут вот наконец-то мне попадется паренек, который летел плюс-минус более-менее прямо. Тут я увижу, что он на кого-то заходит, поэтому очень сильно занервничал, думал не успея, начал уже стрелять, так сказать, немножко панически, не очень прицельно, но произошел еще один классический ПК. Вражеский пилот был убит, хотя самолет сильно-то, так скажем, и не пострадал. Ну, а теперь самая главная задача быстренько отсюда свалить, поскольку противник уже закрыл, аэродром использовал свое численное превосходство, а у меня, к сожалению, на тот момент уже заканчивалось топливо. У меня еще оставалось там что-то 650 снарядов, хотел сбить еще кого-нибудь, но, увы, брал всего 400 литров в этот вылет и это количество топлива было израсходовано очень и очень быстро, поэтому сбил только всего 4, у меня засчитается 4 сбитых и 1 в группе, хотя, по сути, я дополнительно сбил троих, но это не важно, потому что серый перегружен, и как работает сетевой код, вы все это прекрасно знаете. Ну, а на этом, ребята, у меня все, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, вступайте в мою группу ВКонтакте, смотрите мои стримы на Твиче, все ссылочки есть в описании. Ну, а с вами был Илюха, всем спасибо и до новых встреч. Пока-пока.